Царю небесный, утешителя души истины, И жили здесь, и все исполняют Сокровища благих и жизнеподателем И ищи лисяны, и очистины от всяких скверных И спаси, Боже, души наши Спасибо, Боже, Господи, Боже, благослови вас на эти занятия Открою наш ум к разумению Писания Твоих Чтобы мы приняли и исполнили Аминь Семнадцатая глава, седьмой восьмой стих, продолжаем блокование Когда в лице Антихриста Сатана снова утвердит свое царство на земле То и удивятся те, живущие на земле Сколько же, сколько непривычен мир к греху Но удивится тому, что будет творить Антихрист Мир удивится возрождению и возобновлению тех грехов Которые были во времена варварства и белопоклонства И вдруг возобновятся в новом блеске В цивилизованном мире кончины века Что ныне считается дикостью и варварством Снова станет модой современности Давно забытая выйдет из бездны И силой овладеет умами людей Уничтоженная христианством Снова явятся из бездны И люди расплечат веками Продшествующее этому явлению мы уже видим сейчас Многие современные явления Это как дым из кладеза бездны Предваряющий высвобождение самого сатаны С его нечистой силой Например, спортивные олимпиады и массовые зрелища Они были распространены в языческом мире Древней Греции и Рима И были побеждены и отменены христианством Как зрелища малополезные, нечистивые и греховные Взор людей поднялся к небу Их ноги поспешили не на Олимп и в Колизее А в монастыри и пустынные места Переводящие с земли на небо Теперь же снова возродилось языческое нечестье Миллионы, если не миллиарды Людей с увлечением устремили Свои взгляды на исцелевшую рану Чуть ли не весь мир замирает у экранов Следя за очередными международными играми Или за новой звездой экстрады Кино, театра И вот другой язычник На выходу носа Расхаживая по царским чертогам Вавилоне Сказал Это ли не величественный Вавилон Который построил я Дом Царства Силой моего могущества и славой моего величия Когда победило христианство То стало славить и величать не себя, но Бога Если люди, не исполнившиеся евангельского духа И продолжали стремиться к собственному величию То церковь славила Бога И величественнейшие их Постройки христиане Ставили не свою славу, но Божию Не себе посвящали, а Пресвятой Троице Спасителю, Богородице, Святым Все должно было устремлять ум к небесам И им воздать славу, честь и поклонение Теперь же все более и более Снова начинают строиться не храмы А башни в Угонске Не Богу славу возвещают А себе, своим кумирам, своим достижениям Потихоньку заживает Смертельная рана Приближается открытие клади за бездной Но всему этому Удивятся не все А только те, живущие на земле Имена которых не вписаны в книгу жизни От начала мира Верующие не будут удивляться и ужасаться Ибо знают, что всему этому надлежит быть Живя в этом мире, они не от этого мира Увидев пришествие в мир Антихриста Они будут знать, что близок конец Ибо учил Христос От смоковницы возьмите подобие Когда ветви ее становятся уже мягки И пускают листья То знаете, что близко лето Так, когда вы увидите все с нее Знаете, что близко при дверях Имена которых не вписаны в книгу Жизнь от начала мира Это о тайне предопределения Божия Неверно понимал реформатор Иоганн Кальвин И за ним его последователи Что каждому человеку от начала мира Предопределено было спастись Либо погибнуть А потому человек в этом не свободен Спасение зависит не от него самого Но исключительно лишь от промысла Божия Ключом к православному пониманию Предопределения спасения Могут быть слова апостола Павла Ибо кого он предузнал Того и предопределил Быть подобными В образу сына своего То есть предопределение Божие Предшествует предвидению Божия Человек имеет свободную волю Он волен выбрать Путь жизни или смерти Но Бог, дав человеку эту свободу Как всеведущий Уже предвечно знал Что выберет человек Человек выбирает А не Бог назначает А раз он наперед знает Как поступит человек То он и наперед уже определяет Его к спасению и погибли И приготовляет Одним то, а другим другое При этом, однако Свобода человека никак не нарушается Но будучи свободен Выбрать спасение Человек не в силе его достичь И нуждается для этого Благодати Божией Хотя и сама Свобода воли Дана каждому человеку Должна рассматриваться Как благодатный дар Божий Впереди Посчитал Девчатки Делам его будут Анти их красоте Имена которых Написано Богом Недвижимый Духом Святым Они будут весьма Удивляться этому Вот и определение Вот иногда Особенно когда учат Что-то находить Преступление какое-то сделанное Ну и никак Пять абитуриентов В Барнауле Потерялись А ДТУ Потерялись В одном месте Одна даже С матерью вместе Видели Она была Проходила И исчезли Сколько искали Это же люди А они поступали Сами понимать Так что поступали И хотели поступить За что-то Кто из преподавателей Ясно дело Что не сторож Этим занимается Ну и никак Стоит на одном месте Дело-то А ведь Алтайский край Большой Из Москвы Затлебовали Как раз так Колесников Его фамилия По особо важным Преступлениям И как он приехал сюда И как начал В этом деле Ну а что Данных-то других Нету То что написано Сразу Нашли троих Помогла весна Когда пахали Стали распахивать И трупы Поднялись Из-под земли Мертвые Ну дальше Начали Кто как живет На что Какие средства А какое Ну видно было Лишние деньги Платили-то немало За то Чтобы Зачислили студентами Нашли Он думаешь Училицы везде Здесь генеральское звание В Барнауле Генерал-лейтенант Чернышов Ничего никто не помог А как тот Он отвечает Никак Я просто Чутьем Учурил Что это он Он смотрит на какие Данные все есть Все на них смотрят А он делает еще Какой-то обход С той стороны А если бы был Здесь Вот сейчас пришли А на вахте Сидели сторожа Вы женщину видели А с кем она выходила Ну как подозрение С потокарточкой С потокарточкой Понимаете Как я столкнулся Один раз С этим 410-я аудитория Корпус В АГТУ Ну а Ключи на аудиторию Выдают внизу Но бывает так Мы придем А аудитория еще занята Занята Но она должна освободиться Потому что По графику Я там записан Два часа Мои Ну и подождали Ему Выходить надо Я подошел Говорю ключ можете не сдавать Нам отдать Он глаза такие сделал Говорит Его вот По локоть руку отрубил И покачал Понятно что он Сказал Я говорю Что это принародно Ну ладно Спустился он вниз Я ключи взял Пришел Когда за занятие кончат Пришел домой И по телефону Позвонил ректор У меня близкие отношения было Владимир Васильевич Игняев Да вы что Да я его сразу Выгоню отсюда Я надо бы точно Я точно узнаю Ну и правда Я утром пришел Договорились Я рассказываю И как-то Еще никто не знает Он тогда Про ректору Про ректор Это не ректор Это помощник его Семкин Борис Васильевич Он меня поел В другую комнату И преподаватель А их там Около сотни Там я не знаю Сейчас 18 или 20 тысяч Студентов Из 18 стран Он начал Лететь Этот Нет и этот Но он даже Плывут Фотографии Я говорю вот этот Он сразу остановился Так это не наш По экологии Он ведет здесь Соседнего института Он у нас Ведет занятия По порядку Все Сразу его На ковер В отдельную аудиторию У нас Я говорю Это вы так сделали Он не стал запираться Да я Почему я не знаю Я не знаю Дом у меня Что-то не ладится Я говорю Что не ладится С женой Первая жена Я говорю От Бога И дальше стал говорить А вторая От кого А третья От этого Пословица А как вы узнали Что я третий раз женатый Да это пословица Только А он Все открывает Ну и давай Упрашивать Чтобы его нету А проректор Говорит Нет Вы при людях Это все Сказали Воспитатель Молодежи И вы позволили себе Так Ну и все А потом Мне кажется Позвонил И говорит Такие люди Они быстро Начинают Склоняться И любыми путями Чтобы только Не отвечать Все То есть По каким-то Не настоящее Еще дело А только Где-то Маленько В поговорке Где-то Он себя засвечивает И засвечивает Вот у нас Иногда возникает Вопрос Откуда вы знаете Что это По поведению Другой Мог бы это сделать Нет Не мог А вот бывает Человек Где-то там С властями связан Что-то позвонил Туда им И сказать Как он себя прячет Его спрашивают Ну ладно Записали А как ты у нас пойдешь Давай по материной фамилии А как материна фамилия Он материну фамилию туда клепает И теперь фамилия Как бы не его Вот суд был Спрашивается Зачем Какому-то человеку О нем речи И нет И нет Об этом человеке Зачем он туда является До конца узнать А тут уже договорились Чтобы спросить Знать И подтвердить Что это Дескать Не вон А я не слышал Я не слышал Я сегодня все это посмотрел Этот путь Свет Как это идет Такие вопросы не задают Анонимно При всех Чтобы Если я слышал Я бы сказал А то бы сказал Да нет Тут фамилия другая Нет Этот телефон Другой Мне не надо Об этом говорить Само поведение Вот это как Представь себе Кого-то судят И прилететь За такие километры И быть там Его не пропускают Еще не знают И пропустить Зачем Вот здесь Как раз Об этом говорят Мы не знаем Записаны или нет Вот мне говорят С таким человеком Можно работать или нет Почти ежедневно Мне это пишут И я так посмотрю А когда он слышал Тогда-то А как с ним обращались А кем он был Ну Сотрудничал С миссионерским отделом Ооо А там люто Ненавидят меня Я их не знал даже Новая группа Большая Открылась Которая против меня Но так как человек Тот теперь В нашу группу Перешел То За него стали бояться Как бы его Не убрали Настолько угрозы Не из-за чего Только из-за того Что Этот человек В нашей группе Сказал сказать Ваш песка А священник Оказался на высоте И говорит Ей Ты сестра Вскройся пока Потому что Эти люди На все Совпособны Нигде не выступай Никак Мне интересное Там обращение Когда-то было Как Что Работало Там Двигом Я ночью Сегодня ответ дал Она как раз Приняла это Мне это не надо Я сказал Рассказал Священник Замри Не оправдывайся Ничего этого не надо Потому что Те лютуют Они могут Подостать тебе Человека Всякую мерзость Сделать И вот это Я когда Говорю С человеком Можно работать Нет Нельзя Похоже Что похудел Духа Святого Вот судя на нас Которые здесь Есть люди Так ведут себя И батюшка Согласен Уже сказал Вы перешли Где-то эту грань Откуда Возврата Нет уже Отнято Раскаяние Слышать Голос Божий Духа Святого И невозможно Работать Нет Нельзя А что Ответить Ничего не отвечать Им Они ничего Не знают И какое бы я слово Не сказал Он на слово берет А тут про тебя Сказано Такое деревянное Мышление Как по поведению Я это все Соединяюсь С тем Что слышали Не было записано Имя его Не было А раз не было Значит ничего и нет Доказательств Никаких нет Вот есть люди Которые Ну прямо Можно сказать Почти богохульствуют Я за них Ежедневно молюсь Без принуждения А есть такие О которых Я хочу молиться А молитвы нет Профессор Осипов Дворкин Там Александр Леонидович Главный сектолог Сектовед Как называют Где-то Вот такие есть Молитва не идет Абсолютно Никак Я Буквально забываю Как его Начинаю молиться Уже когда прошел У меня разбит Отдельно пьяница Отдельно путешествующая Отдельно Мобилизованная По группам Чтобы никого не забыть До этого Просто молился А теперь В определенную Группу плененных Которые сидят В тюрьме Которые мобилизованы Потерявшие свободу То есть у меня Такой порядок Я на молитве Никого не забываю Каждое утро Молимся А не знаю Сколько я перечисляю Только святых И других Там почти 80 человек А как Бог делает И ты должен Себе это принять Ты услышал это И они Будут удивляться А я не буду удивляться Чего удивляться Сатанам Все будет копировать Но все это призрачное Говорить Будет показывать Молиться А ничего этого нет Все это обман И притом обман этот Человек даже сам В это начинает верить Что молится А духовного Рассуждения нет Оно никак не подходит Многие могли бы в то время Отойти Не отойдут Уже все приняли А ты слыхал А вот там то Такой то Ты видел какие чудеса Вот настоящие А это поплы Это все такое Вот И он обольстит Весь мир Ну Так написано А сколько в это время В мире будет Этого мы не знаем Знаем только Третья часть Будет погублена Каким образом Можем только догадываться Написано в Библии Даже два или три раза Об этом говорится Погибла Третья часть А почему третья Вопросы не задаются Бог сказал Так и будет Так это что Сейчас 8 миллиардов Это Третья часть 2 миллиарда Раз с половиной И даже чуть больше Получается так Ну как же так Когда во вторую Мировую Только всего 70 миллионов Миллионов Так весь мир там Воевал Мы даже согласились С Богом не спорят А принимают И говорят Аминь Больше не надо ничего А как Не участвуют Бесплодные В делах Вот оно даже Маленькое Смотри Афишка Но это ясно Не православное Деревья И кто Сомневающийся Как С двоящими Мыслями Не твердого Всех путях Он не твердый Где Потому что Все время Сомневается То ли Бог Есть То ли нет То ли надо То ли нет У христианина Этого нет Он твердо знает Я там не буду Никак Взявши Я вчера говорил Пробовать на это Взявши Меч От меща погибет Кто ведет Плен Сам пойдет Все Я взял Эпикарк На самом месте Все День ставил События дня А почему Потому что Как раз На этом Тревожном Моменте Раз в раз Вам кто-то Откликнулся Не откладывать Ни дня Пока Учить Полковник ГРУ Главного Разведа управления Квачков Владимир Васильевич Выступает Сейчас И говорит Для того Чтобы взятых Сейчас Которые Настоящих Нету Воинов Ну считают 300 лет Советского Согласен Они уже и на пенсии Но их надо вернуть И мы дальше Чтобы они обучали Молоднях А молоднях Обучалось Ну минимум 4-6 месяцев Нужно Это минимум Вот как Войну Было Почему Немцы Так много Герой Трижды Герой Там По крышке Егор Только 77 Самолетов Сбили 76 А у немцев Были 320 Это даже В 5 раз Больше Почти Как Не подготовлены Самолеты Лучше Это понятно Но не подготовлены На лед Часов 7 часов Он только Посадить может А в воздухе Надо переворачиваться И успеть Поднырнуть Стрелять Ну Кого посылали Ну нету Потому что Главное Это сила В первые дни войны 14 млн Пренами ушло И здесь Если за Бога Ты хочешь Стоять крепко Ты должен Да не отходит Книга Сия От уст твоих То есть Слух считать надо День и ночь Такой В точности Исполнить Иисуса Навин 1-8 Я говорю то что Если даже не знаешь Тебе сгодится На сегодня Уже запомню Это Да не отходит Книга Сия Как будто Она сама От меня Не я от книги Отошел А она от меня И не от глаз моих А от уст моих Ну можно Про себя считать Считать вслух Написано Уст Чтобы домашние Слышали И еще Точности Исполнить Не говорить Что вот это Маловажное Тебе не надо Решать Маловажное Вкусить плод Ну это не убивало Никого Ева Ну даму дала Ну любит и дала Чего особенного За них Нет молитвы Я вижу его Произвез раз Через минуту Как будто его не было Он как будто В тумане скрывается Его нету У нас тут такие были Которые отошли Вначале Вначале к бабкистам Сунулись Ну и потом Повалились Их нету И они все время Вылавливают Что я не так Сказал Или сделал Какие-то отношения И все Ролики наделывают Крутят Им это не поможет Но он не может Еще сделать Он как В банке С червями Находится Его окружается Он где-то что-то Услышал А ему хорошо Нет Жена говорит Невозможно Руку там поднимает И всякую мерзость Не могу успокоиться Он говорит Пока жену не вырвлось Вашего Знаешь В общей Наконец Жена вылетела Оттуда Как пробка Все То есть он добивается Вначале говорит Я не успокоюсь Пока Сестра Двоюродная Здесь С нами Потом Пока жена не водит И все И ты на этот Край-то смотри Понимай Мы не знаем Там записано Или там внизу Но по поведению Так и видно Вот мэр города Погиб Барнауле Баварин Сколько он помог Дом получить Все Я названил До 12 ночи Верующим были Или нет Для нас он был Очень хороший И наконец Главный редактор Алтайской правды Шевчук Ольга Николаевна Говорит Верующий Я знаю Говорит Фотография есть Он в храме стоит Держит Ребенка У Золотухина А Валерия Сергеевича Тогда я помолился И в конце сказал Господи Добрые дела Его Да будут на память Пред тобой Если не угодно Прости меня И на душе Стало легче И когда бы я не молился Ректор Татьяна Звала Ивсигнеев Там Такие звания Доктор Тоже видимо Облучился Все время Работали с этим С радием Там что там Есть За него тоже Молись Прошу прощения Себе А о них Припомни Господи Как фотографии Есть с тем И с другим У меня Я Это все Перевести в жизнь Пошли Девятый стих Здесь ум Имеющий Мудрость Семь голов Суть Семь гор На которых Сидит Джина Толкование Этими словами Иоанн Подчеркивает Что для разумения Описываемого Необходимо Особое внимание Ума Особая Духовная Мудрость Этими словами Указывается Так же Что в являемом Образе Скрыта Особая Тайна Семь голов Суть Семь гор На которых Сидит Джина Этими словами Ангел Хочет Немного Приоткрыть Тайну О каком Городе Собственно Идет Речь Город Не называется Но указывается Что он Будет Расположен На семи горах Или семи холмах Не называется А почему Не называется Какой-то город И такой Такой город Будет Только он один За всю мировую историю И что его ждет Этот город Сказано Первое На семи холмах На семи холмах Три города Москва Оман Вашингтон А теперь Надо по другим признакам Вот из трех Три Больше нет Никого Там Ни Барнаул Ни Санкт-Петербург Нет Ну почему Москва Семи холмовая Поэт Глинка Писал еще Там Воробьево горы И когда ты узнаешь Теперь что сделать Написано Народ мой Выйди из него Не туда За большие деньги Пропишитесь А оттуда Этот город Приготовлен К сожжению Святые Это слепой Второй Рим Второй Рим Рим назван Новый Константинополь Теперь Стамбул Я был там И там И там Это второй Да Ну вот там Сейчас я могу Ошибиться 1453 Кажется Году На Мусульмане Разгромили И все Буквально в тот же День Когда получили Известие Москва Сказала Теперь Третий Рим Мы И по сегодняшний день Специальная организация Из газета Третий Рим Два Рима Погибли А Вавилон Возвращает Рим Третий Рим Это Все сходится И найдена в нем Кровь святых Нигде в мире Не было столько Крови Сколько Здесь То есть Главные признаки Обогатились Америка Вашингтон Она никого не обогащает Она грабит А здесь все Самые Отсталые Это те Которые кормят Здесь По уровню жизни Мы там на 75 76 месте Там только Конго Кажется Сомали Ниже еще стоят Вот и все По здравоохранению И вот Зная это все А зачем это знать Это вопрос Серьезный Потому что Это нас касается Русских И вы верите В это Я верю А ты Как хочешь А можно ли защититься Нельзя Уже Пригла вынесен Пригла Ну а сейчас Как-то делается Если ракета летит Ее там в воду Избивают Да и есть Но сейчас Гиперскорости Придумали Это даже Сказать Нельзя Это даже Не успеют И сколько Ну Две Три бомбы летят Но если Одновременно До полутора тысяч Поднимется Как сегодня Пишут Не кто-то Генерал-полковники Генерал-армии Там Левашов Пишет То Грачев На газете Голос труда КПРФ Об этом пишет Защититься нельзя И что интересно Президент Путин Сказал Да Мы погибнем Как-то так Сказал Мы спасены будем А вы все равно Передохнете Вот Никак не ожидал От него Такой Ну Такая будет радиация Вы тоже не жить Все будете И вы все Передохнете Здесь Как тараканы Вот такое Это только Вот одна фраза Которая повела Если ты это знаешь Примеры жизни Опыт жизни Пошли О том Какой именно Это будет город Существуют Различные мнения Иные Разумеют Буквально Город Павилон Здесь Началось Царство Первого в мире Мучителя Тирана Немрода Здесь люди Пожелали Воздыгнуть Башню до небес Здесь Бог смешал Языки И отсюда Просеялись Все народы Кремена Здесь Была столица Халдейского Царя Навуходоносора Примившего Иудеев Здесь Столица Персии В христианское Время В этих местах Оплод Мусульманства Отвергнувшего Христа Спасителя Не могло Удержаться Идлопоклонства Тогда Сатана Идет на хитрость Хотя и Дозволяет Поклоняться Единому Живому Богу Но тут же Искажает Елохим Заменяет на Елохо Аллах То есть Отвергает Пресвятую Троицу Уводит От Христа А значит От спасения Древние Святые Отцы В основном Разумели Под Вавилоном Город Рим Так и апостол Петр Минует Рим Вавилоном Так понимал Слова Апостола Петра Андрей Кесарийский Так писал Восточный Учитель Дидим Когда был Говорит В Вавилоне То есть В Риме И Обретался Жителем Парфеносной Блудницы Только вот Не сказали Что Рим Трижды повторяется Правильно Рим Константинополь Так и назывался Второй Рим Москва Сказал себя Правда Нигде в мире Не было Чтобы кто-то Назвал себя Третий Рим Москва Сразу ухватилась Мы Третий Рим И никто ее не оспаривает Да Это Третий Рим А вот Разности нет Такой Два они погибли И третий Будет разрушен Все Рим действительно Был на семи холмах Капитолийском По-латинском Квиринальном Ла-Па-Ранском Оренкинском Викинальском И Экс-Ви-Линском Тысячу лет Рим был столицей Государства Стремившегося Уже с последних веков До Рождества Христова К мировому господству Рим же был И главным противником Христианства Первого века Но если Рим Был столицей Язычества То интересно Что с первых же веков Римская кафедра Была Первенствующая Христианской церкви Так уже Ирине Ильонский Пишет Величайшая Древнейшая Всем известная церковь Основанная И устроенная в Риме Двумя славнейшими Апостолами Петром и Павлом Ибо по необходимости С этой церкви По ее преимущественной Важности Согласуется Всякая церковь То есть Повсюду верующая После разделения Церквей Рим стал столицей Западного Христианства И фактически Утвердил На долгие века И духовную И государственную Монополию Западных странах Возможно Что в кончину века Этот поистине Вечный город Снова возвысится До мирового господства Как разумели Древние отцы Или же Древний Рим Был прообразом Того города На семи холмах Который еще Возвысится Интересно Отметить Что и так называемый Второй Рим Константинополь Первенствующий Первенствующий Город Восточного христианства Также Стоит на семи холмах Почему и называется По-гречески Епталофос Что значит Семихоль Семихолми Так что Некоторые Даже разумели Под Вавилоном Константинополь Иные же Разумеют Под Вавилоном Третий Рим В столицу Гога Князя Роша Роша Когда Нюрбинский процесс Был Илья Иренбург Писатель И там был Я впервые узнал Когда говорится Роша Мешеха И Фувала Мне объяснили Роша Это Раша А Раша Это Россия Это произношение Только такое Я считал Его записки С Нюрбинского процесса Раша Это Россия По-русски Все Все стало на место Мешеха И Фувала В земле Могов Это город На семи холмах Столица Народа От краев севера Вот Куда уже Край севера И откуда придется Это северный народ Во главе Со многими народами Двинется Через Высохший Ефрат Войною На Израиль Но найдет себе Там место Для могилы Вот Мне вот Все абсолютно Понятно Непонятно Посидение Одно Зачем Сегодня Такие ракеты Можно ударить Зачем Они войска Туда погонят Ну В Афганистан Вели 4700 гробов И все Как будто Никогда Не было И почти 70 тысяч Поврежденных Калеки Побитые Здесь Другое Именно туда Пойдут У меня Подозрения Маленькие Есть Что там Делается В это Время Но Все войска И все будут Уничтожены До единого Такого Не бывает И 7 месяцев Буду только Кости собирать Вот я могу Сказать Дедушка Ваш Александр Иванович Детям Своим Наказывал Никогда Не ходите Туда Уже Определенно Вынесем Приговор Здесь Где-то Еще Как-то Там Можно Как говорят Провести Время А там Нет С Израилем Боевать Тяжело Вы знаете Израиль В мире Единственное Говорят А вы чудеса Верите А какой Израиль В 70-е Годы В 70-е Виспасиан Начал Войну Против Израиля Это то Что там Мятеж Разгромили Римский Легион И он Умер В это Время Его Сын Тит Закончил Это Новая Эра 70-е 71-й Год С Селимом Разговора Никакого Не может Быть Он Не идет Ни на какие Уступки И вот Здесь Народ Был Рассеян По всему Миру И вдруг В конце Мира Он Соберется Как Соберется Соберется Так а земли там нет Другие Отберут Землю У тех Кто живет Там В 48-м Году 1948-м Там Герцель Поднял Это дело И что Интересно Журнал Огонек Он такой Большой По формату И статья Была Основатель Израиля Тире Гитлер Как Гитлер Ну Жиреп Убивал Вот так Написано Теперь Показано Что не всем Одинаково Было Там Полукровки Кто-то Объяснение Дает Центральные Журналы Вот так Там В то время Был главный Редактор Огонька Виталий Его Называть Он Из этого Народа И Россия За чего Она Поступила Неразумно Стала Помогать Арабам Против Израиля И вдруг Они опередили В начале Войну И война Называется Шестидневная Такой войны Не будет Ну шесть дней Раздуйте Обудьте Шесть дней А тут армия Она была Вот Которая Мусульмане В пятьсот раз Больше В пятьсот раз По площади Больше И они Начали войну Я помню Это хорошо Знает Человек Один верующий Говорит На работе Бежу У них там Были Евреи Как они Говорят Смеются Там Радостные Такие Я еще Ничего не знала Говорит Оказывается Война Закончилась А Советские Туда натолкали Техники Танки Самолеты Они все Вызнали Где что Стоит Узнали Когда на обед Идут И во время Обеда Всю авиацию Подняли Дырялись Где разнесли Ничего Нету А тут Они уже Узнали Друг друга Поздравляют Ну вот так Сегодня подробно Это пишут Ну Завидевают Шестидневная Война И они Еще не знают Они тогда Давай Как эти Турки Разные Народности Советскому Союзу Что прекратили Все у нас Разваливается Ну и советские Из подвала Позвонили В Америку Что Надо как-то Решить Мирным путем А Израиль Говорит А нам больше Не надо Вернули Все свои Голландские Высоты Все что было Все Страна Встала На ноги И сегодня Она на картах Небольшая полоска Израиль Ну а можно Как-то Никак Вот государство Есть Потом образуются Войска А уж Разведка Это потом А у него Я сейчас точно Не знаю На 70 что ли Лет раньше Государство Была контрразведка Как-то Случай был такой У них там Самолет захватили Не в Израиле А где-то был Израильский самолет И они в воздухе Там Ну и заставили Улететь Там какой-то Катары Далеко-далеко Там в Африку Куда-то загнали Израиль все узнал И стали быстро готовить Несколько самолетов Освободить всех Нужно пролететь так Где границы государства Чтобы не до государства Они низко летят На самые границы И пробрались туда И сели как раз В то время Как выходной Там у них был где-то И всех забрали Все расстреляли Обратно влетели А когда Вот Олимпийские игры Были в Германии Они своих заслали И еврейская там команда Сейчас я не знаю 17 человек было Всех расстреляли Голда Меир Она была В России Профессором А теперь стала там Премьер-министром Она дала указание Образовать Определенную Там где рассматривать Найти всех убийц И уничтожить Да никто не знает Сколько Вы для этого поставлены И как они во всем мире И наконец Одного наши Долго не находили Нашли его в Швеции В Швеции Дали знать Говорят в Швеции Говорят работают Там каким-то Клерком Ну и А дальше что Дальше что Сейчас я не могу сказать Он с ребенком Шел или как-то И они его Пристрелили И оказалось Не он Похожий Прям рост Все сходится Там такой Скандал был А он Из какой-то Южной страны Туда прилетел Расследовали Все По всем Сочетам Что это он В это время Когда Они разбегались Эти убийцы Он появился Ну все Сошлось Не сошлось Что не он Это обстоятельства Сложились А там Скандал был С государством Ну вот Видишь как А почему Там все особое Вот особое Если человеку Из них Ты сделал добро И он Никто не забудет Он накажет Друзьям Родным Они тебя будут Везде искать Чтоб тебе добро Сделали Ты нашему Еврею Помог Когда была У него Трудная обстановка Это мне один Федор Ефимович Рассказывал Баптистский Проповедник был Я говорю Ее прислали Когда Рассылали Это везде Ну я помог Устроил там На пекарне Хлеб развозить Потом Куда-то поехал И узнали Я говорю Не могу отбить Они со всех сторон И там И деньгами Купить билет Там везде Это национально А у нас Через пять минут Уже не будет Помнить Мы очень разные Мы очень разные И поэтому Нам настаивать На то Чтобы Дружно Были Очень трудно А они Если он там Я встретил Еврея Только одного Который работал На простой работе На корабле Я не знаю В то время Много про них Но я понял Он наказан Что-то он там Не оценил И его направили Как я матросом Для меня Это возбушение Матросом А для него Это самая низкая ступенька Но он такой Простой Ну мы прям Сошлись с ним Что-то Евгений Евтушенко Написал Расстрель Еврея Бабий Яр Он открыл Эту тему Я до этого Не слышал Я видел Что он такой Ну Как говорят Простодырый И мы с ним Там подружились На корабле А я долго Тут не буду Мне сказали Тут года два Что в разум Пришел И научился Ценить свою нацию То есть Вот я о чем говорю У меня почему-то В жизни Вот это все В опыте было И вот здесь Когда говорю Это событие Разворачивается В этой стране Зачем полезу Туда войска Не знаю Ну хоть подозрение Подозрение Есть на что-то Я могу сказать Где-то на ухо Потихоньку Но не знаю Так ли это Хотя Это причина Реальная Пошли Земля же Магог И столица Ее Великая Блудница Будет сожжена Огнем Вот так В 15 веке На Руси Возникло Учение О Москве Как в Третьем Риме Вот Тыдешь Как пошел Так Преподобный Иосиф Волокский Один Ее Возглавитель Русского Иночества Был Активным Общественным Деятелем И сторонником Сильного Централизованного Московского Государства Этому Также Особенно Способствовали Святитель Алексий Митрополит Московский И преподобный Сергий Радонежский Мне что Возвысить Москву Чтобы довести До уровня Третьего Рима Вот Вот Глубина Иосиф Володский Был одним Из вдохновителей Учения Русской Церкви Как Приемница И носительница Древнего Вселенского Благочестия Русская Земля Ныне Благочестием Всех Одолела Идея Преподобного Иосифа Имевшие Огромное Историческое Значение Были Развиты Позже Его Учениками И последователями Из них Исходил Своим Учением Москве Как Третьем Риме Старец Псковского Спаса Иелеазарова Монастыря Филофей Два Уба Рима Подоша А третий Стоит А четвертому Небыти Известно Так же Что Москва Град Семихолмовый Вот Теперь все И уже Москва Все описывает Этим не утверждается Что Москва Будет Великой Блудницей Такого рода Утверждения Под стать Разве Лишь Пророком Я просто Привожу Размышления Я легко Это докажу Что так Это и есть Учение И все Пусть Называет Пророком И как угодно Абсолютно Точно Что нигде Не было Такого Как с ней Нигде Она напоила Миноблодеяния Что Третьем Коммунистическое Движение Учение Бога Нет Град Награблен Когда Начинаешь В это Вникать И ты Видишь Что Все Сошлось На Москве От нее Все Обогатились Найдена Самая Главная Кровь Святых Тут сказано Что Не только Как бы Город Но и Земля Вся Сгорит То есть Полностью Все государство Получается Ну вот Что Он Пишет Так Земля Жемокух И столица Великой Блудни Сожжена Огнем Все Государство Истезнется Что Нет Земля Где она Находится Государство Не исчезнет Государство Нет Речь идет О ней На семи холмах Когда бы сказали На всех горах Нет На семи холмах Что интересно Время перестройки Решили сделать Столицу Новосибирске Прямо Голосовали И все Некоторые Понимают А Нет И будет Обязательно Будет Столица Это Сказано Если я Это знаю Я могу Только людям Говорить Что вы Выезжайте Где-нибудь Потому что Развязка Особенно сейчас Прямо рядом Вот я вспоминаю Я смотрел Бутово Где расстреляли Бутово Называется И Ходит Путин И его Сопровождают Церковные служители Там Архимандриты И подводят Вот такая Вот там Плита Как Или Что это Написано Расстреляли Расстреляли Священники Ванну Ночь Там Расстреляют Семь Священников Надо было Собрать И сюда Ничего Не было Он Сам Полковник КГБ Он Не сторож На президента Полковник И вот Это Чудовищно Да что же Это Идет Опять Другой Плите Там Еще Больше Чудовищно Да что же Это То есть Он сам К этой Системе Относится Но даже Вообразить Не мог Что Такое Безобразие Может быть И меня Все время Спрашивают А вы Любите Путина Я говорю Он не Сахарная Баба Раньше Продавали Большие Комки Сахару Кускового Называлось Сахарная Баба Ну Как Ну как Ну моримся В данном Смеща Он как Помазание Божие Выступает Я Я Не Я Примавляю То Что Он Сейчас Делает И Какое Выступление Было Он Вызвал Буквально Весь Мир Против Себя Сказал Ваше Учение Там Женщина Нет Мужчины Все Это Сатанинское И Как Говорит Нагорная Проповедь Проповедник Я Сегодня Его Прослушал Как Он Выступал В Нагорной Проповеди Сказано Так Что Кто Повлиял На него Так А Вы Каждый День За него Молимся Патриарх Просил Молиться И ночью И днем Им Тяжело Сколько Вокруг Неприятели Но Миссию Свою Он Должен Выполнить До конца Мы В Историческом Переломном Моменте Живем Все Хватит Жить По Европейским Нормам У нас Свое Он Прямо Говорит Мы Выходим Из Этого Разряда Когда Было Если Такое Я Думаю Смертная Каль Должна Возвратиться В России Не было Так Что Человек Там 340 Маленьких Девочек Задушил И Ничего Не было Все Мемброграндум По пьянке Подписал Ельцин В Белоруссии Смертная Каль Существует Рядом Государство В Америке Отдельные Штаты И Поэтому Которые Понимают Что ему Смертная Казнь Срочно Стараются В тот Штат Где Нет Смертной Казни А у Русских Ты Что За Смертную Казнь Я Не за Смерть Я Просто Говорю О Несправедливости Если Бог Это Не знаю Как же Его Так Упускают Вот Щекотил Есть Такие 70 Человек Женщина Идет Он Останавливается Вас Подвези Подвези Она Не знаю Она Села В Гроб Я Шарфом Ее Задавил Одну Другую Третью Пятую Десятую И Никогда Чужой Транспорт Не садись А Всем Наказывают В школу Ходишь Чужой Дом Не Заходи Быстренько Домой Родители Встречи Она Машина Она Идет А в то время Выскайте Двое Трое Рот Зажали В машину Толкнули Никого Нигде Нет А Другие На этом Деньги Зарабатывают Если Можем Освободить Родители Там Собирают Миллионы Они Миллионы Получают И Там Приходят А там Труп Лежит Убили То Ну Надо Кое Что Соблюдать Без Молитвы Ребенка Из дома Не выпускать Три Поклона Пошел На работу Ты Еще Живешь Доме Отца Ты К иконам Тятя Или Баба Как-то Мама Благословите Тебе Это Нетрудно Сказать От сердца Скажи Тебя Любят И желают Чтоб Ты Вернулся Чтоб Тебе Руку Не Затянуло Шестеренками У нас Тут Один Был Его Захватили Да Ладно Просто Вот так Полухать Или Куда Оторвал Руку Тогда Остался Живой От нас Через два Дома Жил Благословение Матери Дом Отца По благословению Отца Дом Сожрится А по проклятию Матери Все Разрушится Пошли Ну Все Тут Все Ну Время Уже Че Хватит Большой Стих Еще Не надо Пока Так Вопросы Давайте Вот у нас Занятия Идут Сегодня На неделе Кажется Пять занятий Идут Занятия Часовые Как только Закончилось Минута Минута Я сразу Нажимаю Меня Видно Все 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 С нами На меня И Задавайте Вопросы Полчаса Это мои Так Сейчас Вот вопрос Давай Как хорошо Быть Братья Вместе Сейчас Это Как Елей Стекающий На голову Голого Воронова На Вороба Воронова Я говорю А универующая Как вместе Стекающая Куда На Бритых Подбородок А почему Потому что Елей Он Слепляет Голос Вороба Вместе Вот такие Модены Быть А у него Еще Слепляет Еще Нет Элохим Как Переводится Элохим Так Все Элохим Как переводится Как Элохим Элохим Да Это Так Называют Бога Элохим Я точно Не знаю Как произносить Правильно Неправильно Как Всевышний Видимо Я Язык Еврейский Не знаю Так Отдельные Слова Я Беру Оттуда Язык Тем более Если Еврит Едишь На одном Пишут На другом Разговаривают Это Вообще И что Самое Удивительное Язык Потерян И они Во всей Стране Вернули Без Насилия Язык Этот Но я Что-то Еще Поверил Со Всего Мира Их Можно Было Собрать У нас Были Такие Которые Занимались Подъемной Их Организацией Выиски Или Даже Полукровки Чтобы Они Ехали Туда И Платили Хорошо Но Одно Условие Было Подписать Чтобы Им О Христе Не говорили Где у нас Домик Самана Рядом Кто Там Жил И он Там Был Среди Как Организация Называется Эвелезет До сего Ввел Господь Видно Что Не работает Ничего Нет Нормальный Бастер А то его Раздуло Как Резиновая Кукла Почему Потому Что Движения Нет Вопрос Брат Заживи Первое Покслане Писал Нигейцам 1 4 Глава 11 И усердно Стараться О том Чтобы Жить Тихо Что Такое Тихо Что Значит Тихо Ну Что Значит Тихо Это Тихо Это Не Тихо Тихо Вот Так Сиди Тихо Еще Не Делай Не Смуты Не Поднимай Где-то Не Свергай Тебе Никого Не Надо Тихо Написано Ибо Сие Угодно Господу Не Навального Там Избрали Давали Денег Посадили Все Отняли Все Разные Забастовки Манифестации Тихо Тише Некуда Куда Я Молюсь Богу А вот Там И так Я Молюсь Богу Я Скорее Бегу Домой Чтобы Никто Не Мешал И Сразу За Молитву Понимаете Вот Везде Опыт А Молитвенный Опыт Непрестанный Опыт Многолетний Опыт Ты Вот Молишься И что Я Конкретно Получаю Ответ Бывает Еще Не Кончил Молиться Я Уже Получил Ответ А как А то Уже Звонок И Говорит Это Вы Там Просите Я Ничего Не Просил Как Не Просил А У 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 Мне Не Не Однократно Ночью Я Дома Не Бываю Представьте Себе С Америки Пятидесят И Пишет Это Вы Игнатий Лапкин Да Я Говорю Как Нашли Как Нашли Да Вы Хороший Человек Другой Недавно Где-то Ирландия Там В самом Другом Конце Подошел Я Пинаюсь Почему-то Ночью Да Больно Так Пнули Меня Развалился Спишь Встань На молитву Сейчас Я Перепугался А кто Ты Такой Я Назвался Он Утром Опять Выходит И Потом Из Разных Стран Я Ничего Не Могу Сказать Обощение Какое А При чем Тут Я Ну Главное Отношения Связываются Очень Хорошее И Главное Я Звал Тони На Выпивку Его На Молитву А Мы Его Знали Дядь Не Знали Михаил Каримов То же самое Сказал Что Он У Вас Увидел Во Сне В Наушниках Он Говорит Я Еще Подумал Неужели Сейчас Иконы Рисуют С Поехали Друзья Два Священника Я Их Расположил На Этажах У меня Там Плацкарты Я Заговорю Заговорю Нар Не Нар Я Палате Ладно Ну И Вот Вечером Давай Молиться Давайте Помолимся Завтра Мне Книгу Выкупать Надо А Выкупать Это Надо Предоплату Дать Почти Половину А Потом Остатки Мне Сообщает Типография Книга Выпущена Теперь Надо Заплатить Деньги Нужны А Откуда Откуда Я знаю Откуда Не знаю Совсем Не знаете Конечно Нет Интересно Священники Ну А как Будете Молиться Господи Мне Нужны Деньги Книгу Выкупить Я Как Знаю Так Богу И Говорю Еще Получите Не знаю Но Я Помолиться Должен Помолились Мы Уже Первый Час Трех Час Еще Нет Звонок А Дальше Разговор Идет Алло Это Вы Где Как Где Дома Ну Я Спрашиваю Страна Какая Да Какая Россия Чисто По-русски Говорят А Город Какой Да Барнаул У вас Церковь Вы В церковь Ходите Как Не Ходят У меня На дворе Церковь Стоит Климента Название Нет Это Лагерь Климента Но Нам Все Равно Дядя Климент Умер Говорят Молитва Там Лучшие Доходят Где Климент Молятся А в чем Дело Ну Мы Сейчас Деньги Вам Берутся Я За Молитву Деньги Не Беру Нет Ну Она Что Вам Нужны Ну Книгу Выкупить Ну Утром В остальном Десять номеров Дают Я Утром Иду Деньги На Руках Готовимся Мы Ехать Путешествие Куда Из Барнаула До Португалии Атлантический Океан Все Государства Европы Захватили Скандинавия Прибалники Только В один Конец Обратно Вернулись Мы Только На горючем Ушло 440 тысяч Это И Как Никак Давай Молиться Уже После обеда Звонок А вы Кто Будете Я говорю Булкин Дмитрий А где Живете Калининград Кенигсберг В чем Дело Ну Вы Книги Издаете Я говорю Уже Не издаю Я умею Вовремя Отрезать Все Я 9 лет Сидел За книгами 9 38 томов Вышло Это Вещь Неслыханная Ну Ладно Так я Деньги Вышли Я говорю Ну На что То Я говорю Так мы Едем Вот Так вот И возьмите На дорогу Я иду Всего Шестизначная Цифра Шестизначная Проходит Маленькое Времени Опять Звонок А теперь Допустим С другой Даже Страны Вам Не знаю Кто-то мне Сказал Что вы Срочно Нуждаетесь В деньгах Тоже Шестизначная Ну 200 тысяч Я Уже После обеда Иду Деньги Получать А я Еще не знаю Что Деньги Красненькие Это 5 тысяч У меня Кажется Никогда И не было Таких Деньг А Это Вдруг Ко мне Выглянуло А вам Какими Деньгами Дать Мне надо Дороги Чтобы Компактно Было Я их Разбиваю На 3-5 Частей Прящу В разных Местах Если Где-то Кто-то Ограбит Хоть Где-то Сохраниться До дома Доехать Надо Забота Так Я посмотрел Вот эти Красненькие Мне Такими Дайте Она На меня Так Смотрит Видели Вольф Мессинг Когда Он Приходит Сталин Дал Или Берия Дал Указание Пойти В кассу Получить Она На него Так Смотрит Деньги Отсчитывает Ему Он Получил Вышел Но Потом Вернули Деньги Видел Нет Ну Это Невозможно У меня Та же Самая История Что У меня Зазомбирована Что Ли Деньги Но Дальше Трудности Будут Наши Едут Виктор Николаевич И Николай Крущина Ну Живые Люди А Будем Брать Что Покупать Я Говорю Вы Будете На Свои Деньги Я Деньги Вам Не дам Моя Задача Вот Такой Вот Пример Плита Ну Сантиметров Наверное Соро С лишним Из-за Них Этих Склеенные Мороженое Видели Мы же Такие Плитой Там Рыбу Какую Надо Взять Один Раз Были Мы В Армении Едем С Иван Узеров Проехали Аня Разговаривает Говорит Магазин Зашли А рыба Хорошая Была Я Стоп Машину Отъехали Уже Километр Несколько Это вопрос Другой Я не беру Я Кассир Банкир Но Если вы Наварите Много И там Уха Будет Водичка Я возьму Развернил Машину Я ни одного Рубля Не дам Вам Ребята Да Нам не надо Они со своей Взяли Расходы Купили Они варят А я Урагана Собаку С собой Пошел По горам Прихожу Уже Отужин Все есть Да мы Оставили Маленький Нет Собаки Можете отдать А я Нет Не то Что я На чужбинку На дурнинку Нет А жижи Нет Ну Обойдусь Так Вода Я Пощерпну И выпью И вот Всю дорогу Они со мной Так мучились Ну Неудобно Володя Знаю Тут Живем Вместе Если Он пойдет Молоко Купит Или Сметану Я Не беру Ему Неудобно Как За столом Сидим Ну Ешь На меня Не гляди Но Когда Потеряют Вот бывает Там 500 рублей За день И полторашка Молока Вот тут Я буду На полторашке Тут меня Песнопение Вы сегодня Хотели Вы хотели Песнопение Сегодня Песнопение Да Да Ребята Давайте Какие вы Песнопения Поете Давайте Первое Которые Первые Вкусно Давайте Первый Кто сидит У нас Первый Кто может Подпевайте Давайте Ну вы Вы Николай Вы первые Да Конечно Название Дайте Это я в проповеди Сказал сегодня О пении Говорил Утомил вас Всех Субтитры Ты, бесконечный Бог Творец, бесконечный Бог Отец, в своем слове неизменный. Ты, оберзавающий сердца, на земле, как небеса, будь благословен. Ты, оберзавающий сердца, на земле, как небеса, будь благословен. Ты, оберзавающий сердца, на земле, как небеса, будь благословен. Ты, оберзавающий сердца, на земле, как небеса, будь благословен. Ты, оберзавающий сердца, на земле, как небеса, будь благословен. Ты, оберзавающий сердца, на земле, как небеса. Сюда ты, оберзавающий сердца, на земле, как небеса, будь благословен. Все, аминь. Мы не поем эту песню, но она мне очень сильно понравилась. И я хочу выучить ее всей семьей. Тихо будет, наверное, на телефоне. Что тут? Послушать? Да. Она не закончилась еще. А, нет, не пойдет. Интернат не пойдет. Работы интернат нет. Как не пойдет? Благословен. Благословен. Так. Боб. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Благословен тот дом. Вот так называется. Благословен тот дом. Да. Благословен тот дом. Ну, просто мы еще не выучили ее. Ну, хорошо выучили. У пророка Авдия есть стих. У него одна глава. Он, то есть, получается, мы живем по Писанию, потому что он сходится на нас. И там написано. Ядущие твой хлеб нанесут тебе удар. Понимаешь, вот, парни, если рассуждать просто по Мерсии, тут вариантов много. А тут только один вариант. Молиться. Молиться за врагов. Мало того, возлюбите. То есть, представляешь, какая беда ожидает от человека. И, главное, все отражается до четвертого колена на детях. А он еще не понимает этого. И только молитва. И днем, и ночью. Мы рано встаем-то. Идешь, перекрестишь, еще просто... Иди, беды всякую. Представь, при глаза его, то, что будет там. Дай покаяние. Иначе выхода нет никакого. А мне ничего нет. Какой вред, да какой вред. Все при мне. Аппетит хороший. Сплю нормально. Абуты одеты. А вон, что будет тот человек делать, который будет... Это он. Мне не раз говорили. Я кому-то обещал, что-то дом продавать. Кому-то. А он делается недругом за это время. Я говорю, меня это не касается. Вот дом там заплатили за него. С риэлторами рассчитались. А теперь это деньги, которые там в паще. Идите, отнесите. Так он враждебный. Я уже слышал, один раз, хватит. Это он враждебный. Я-то не враждебный к нему. Я, дети, скажи, я ему говорил, когда он был в друзьях. Я обещал, я отдал. Ну, я отсылаю. Надежда Васильевна там что-то, знаете, о расходе истратила. Свою пусть возьмет. Она платила, чтобы этим квартиру-то продать. А по квартиру я покупал, по ее просьбе для бабушек. Чтобы рядом с церковью было. Я там редко бывал. А она там все бывает на саночках, какие-то дровишки подвезет. Пока я сам туда не перешел. Один раз зашел, а там бабок. Сколько матрасов там было? Ой, у меня до 30 человек было. Сколько? До 30 человек было. Ну, представь. Бабки одни. И кто-то там сказал, что они хозяин пришел. Хозяин пришел. Я скорее оттуда смотался. А это еще дом был. Никитина 137 церковь. А это 147 наш дом. Ну, рядом прям два домика, три. Нам нужно было отремонтировать. Тебе предлагали. А не в свою сторону. А мы в свою. И продолжалось бы все это дело. А ты не захотел его услугами воспользоваться. Знаете, вот когда ты так свободно живешь. Как нормально все. У меня вот 5 лет мне было. Меня в Барнову возили. А тогда железа на дороге не было. Я мучился. Животом. Желудок там что-то взял. У меня ничего не болит. Это вот, что клещ оторвал голову. Такое стихотворение сложили и поют. Ты читал там. Видела. И врачом. Барабаш. Елена на пение вложила. Екатерина Мужина. Ну, молодцы. А Виктор там поет, старается. И показан клещ, как укусил. И как он вот вверху стоит. Надо бы. Ну, все абсолютно. Видела, нет? Нет, я скину. Вообще. И все. Вот это таланты у вас. Это таланты. А мне ехать-то нельзя было. Я уж дорогу не узнал-то. У меня подписка. Они выездили. Я в больницу. Краевая больница меня затребовала. Третью часть только проехали. Оттуда звонок. Показали, как у меня там лучами краснота идет. Думали, разрезать будут. И вытаскивать эту головку. А Виктора. И Виктору где еще показали? Стоит около больницы. Он там со мной вместе. Ну, так все одно к одному. И вернусь назад. Но мы уже нагрузили пшеницу голубяную. Это из старых роликов взяли. Настолько все слажено. Одно за другое прямо так идет. И вот сегодняшний день такой. Но следующее воскресенье будет. А там мы выезжаем на следующий день. Тоже об этом помолиться. Чтобы нам благополучно доехать. Это лето было большое. На Симаковском у меня работало одновременно 14 человек. Представили себе мужики. Трактор-то не загоняем. И все вручную. Оказывается, главная беда была от трактора. Когда все плетни сделали. Трактор едет, раздавливает. Она вот так. А теперь пошла. Она держать уже не может. Прорывает. И теперь, я сказал, которая наклонилась. Отрезать вот так вот. Глину выкидать. И новый забор сделают. А тут наклоненный так останется. Ну, предохранительный будет. И по новому все сделали. Досками зашили. А теперь пробовать. И все сделали как надо. Если Господь благословит, то почти на 90 сантиметров или на метр в уровень поднимется. Уже провязать не будет. Самая жизненная рыба там. А там это там. Ну, там никогда не было. Там только лягушки и пиявки были. Интересно. Ну, вот так Господь нас благословил. Так, все. Вопросов нет больше? Десять минут. Достойная всякого истину Младший тетя Богородицу Крестна блаженную и пренепоручную Сестра Елена, поблагодарите Бога. Господи, благодарим Тебя, что Ты нас собираешь всех вместе. Что на нашем жизненном пути Ты послал таких нам дорогих людей Игнатия, Акима. Сохрани их. Продли их жизнь. Чтобы они еще послужили Тебе на Твоем поприще духовном. Благослови и наших детей, которых направили на мобилизацию. Сохрани их. Если тебе угодно. Верни их здоровье домой. На радость родителям. И для того, чтобы наша жизнь проходила так, как угодно Тебе. Господи, пошли ангелы-хранители, путешествующие отцу Акиму, и верни его в мире. А нас помилуй ради милости Твоей. Тебе же за все хвала и слава. Отец и Святой Господь. Аминь. Аминь.